От пациента Воздушная эмболия легочной артерии И вследствие этого нарушение кровообращения Объединение сосудистого рисунка Повреждение ткани легкого Имфизема Деформация грудной клетки из-за раздутого легкого Воздушная эмболия случилась еще в роддоме Вскоре после рождения Но не была диагностирована Были манипуляции с венами Стояла игла в вене на голове До 18 лет делалось несколько снимков Но по ним ничего конкретного не видели На КТ не направляли В подростковом возрасте появились боли Справа грудной клетки Предполагаем, что крупные буллы образовались именно тогда Воздушную пробку хорошо видно На общем снимке грудной клетки Вверху сосуда и на срезах Если смотреть артерию дальше вверх То видно, что она превращается в пустой сосуд Внутри воздух После пробки артерия полностью тромбирована и расширена Нужно подробное описание КТ Заключение То, что написано выше у нас не вызывает сомнения И нужно ваше мнение по поводу наличия легочной гипертензии Есть ли расширение верхней половой вены, других артерий, сосудов и так далее Есть ли перегрузка и увеличение правых отделов сердца Может еще что-то Консультативное заключение По представленным КТ-темограммам пациента 2001 года рождения Дата исследования 15 января 2020 года Область исследования органы грудной клетки Нативная фаза сканирования не представлена Что затруднило трактовку результатов исследования Представлены артериальная и венозная фазы сканирования При мультиспиральной компьютерной томографии С использованием реконструкции В сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях По строениям трехмерной реконструкции органов грудной клетки Легкие расправлены Пневматизация нижней доли правого легкого неравномерно повышена За счет явлений панлобулярной эфиземы Формирование множества разнокалиберных булл Средним диаметром 20-30 мм Единичные булы до 35 мм В процесс вовлечена практически вся нижняя доля правого легкого Пневматизация легочной ткани левого легкого сохранена В легких свежие очаговые интеллективные изменения не выявлены Код и проходимость трахеи Главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены Средостение не смещено и не расширено Новообразование в нем не визуализируется Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены Обычная форма и структура Жидкости в плевральных полостях не выявлено Костных травматических и деструктивных изменений не определяется Обращает на себя внимание асимметрии грудной клетки Передний и задний размер правой половины По паравертебральной линии 220 мм Слева 210 мм Сердце аорты без особенностей Данных за дилатацию камер сердца не получено Диаметр аорты на всем протяжении зоны сканирования в пределах возрастной нормы Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы Справа 15 мм, слева 16 мм Диаметр правой нижней долевой артерии 7,6 мм Левой 7,8 мм Справа без 9 определяется артериовенозная мальформация Размером до 17 на 13 на 12 мм Без нативной фазы наличие или отсутствие тромбоза не оценить В сосудах грудной клетки дефекты контрастирования не выявлены Подмышечные лимфатические узлы не увеличены Диаметр портальной вены 16 мм Заключение КТ-картины не позволяет исключить синдром Маклиода АВМ нижней доли правого легкого Тенденция к формированию портальной гипертензии Рекомендована консультация пульмонолога-терапевта Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога Ситуация с правым легким, конечно же, тяжелая Практически вся нижняя доля поражена булами И в дыхании участие практически не принимает Легочная ткань замещена булами Есть небольшая артериовенозная мальформация Все это характерно для синдрома Маклиода Это достаточно редкое заболевание может иметь генетическую причину С этим нужно обратиться к пульмонологу В легочных артериях и других сосудах воздуха сейчас нет Они полностью заполняются контрастом С этим все в порядке Данных за наличие легочной гипертензии Перегрузки правых отделов сердца также нет Есть небольшое расширение портальной вены Это может указывать на заболевание печени С этим к терапевту Вопрос пациента Отправляем нативную КТ В режиме скал видно, что артерия полностью тромбирована А в режиме ланг, если смотреть вверх по направлению сосуда То он превращается в пустой сосуд Внутри воздух И на общем снимке грудной клетки видно воздушную пробку Пересмотрите, пожалуйста, ждем ответа Ответ врача-рентгенолога Это не нативное фазовское исследование от 15 января 2020 года Это исследование от 15 ноября 2019 По сути мне добавить нечего Вы путаете сосуды брон Тромбоз артерии это инфаркт легкого Острой ситуации Сосудистая катастрофа Которая разрешается в течение очень короткого времени В целом вам нужно прояснять Насчет генетической природы заболевания И в зависимости от этого корректировать лечение Сосудистая катастрофа Сосудистая катастрофа